Пока русские военные бомбят мирные украинские города, Подонки вонючие. Как их еще назвать? Самой России тоже неспокойно. И даже очень шумно. И даже очень горячо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без дружбу Россия качает нефть в Европу. В том числе через Украину. Этот пожар можно назвать довольно странным. Ведь еще пару дней назад в Брянске думали, что делать с наводнением. Отопление преобладает именно земельных участков. Далее здесь полное потопление земельных участков. Но в основном только фундамент. А тут на тебе пожар. ВЗРЫВ Местные СМИ пишут, что горит еще и мясокомбинат. Ну кто закурил в запрещенном месте? Официальной версии в России пока не придумали. Приданил суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Но в сети уже вовсю шутят. Мол, это сошел благодатный огонь. Господь, воскресенье! Полития! Если откинуть шутки, то этот пожар, наверное, совсем не случайный. Уж слишком часто и в Брянске, и в остальной России происходит что-то загадочное. Особенно вокруг военной тематики. Совпадение? Не думаю. Пока тушили нефтебазу в Брянске, загорелась авиабаза в Уссурийске. Что-то военное горит. Но хорошо горит. А вот три дня назад под Брянском была повреждена железнодорожная колея к военной базе, откуда везли боеприпасы в Украину. Также товарный поезд сошел с рельс на Урале и возле Белгорода. Кстати, именно в Белгороде в начале апреля горела нефтебаза и склады с боеприпасами. Россия заявила, что это теракт со стороны Украины. Но эксперты думают иначе. Аналитики из конфликт интеллидженс тим выяснили, что снаряд, попавший в нефтебазу, был выпущен со стороны России. В любом случае, именно из Белгорода и Брянска Россия снабжает свою армию, ведь эти регионы граничат с Украиной. В Белгородской области России подмечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в Восточной операционной зоне. Но такие вот случайные или не очень пожары сильно бьют по кормушке оккупантов, которые и так обессилены на украинской земле. Редактор субтитров А.Семкин